Народ, всем привет! Снова вы на канале Технобар Плюс. И сегодня у нас вот такая необычная распаковочка телефона, которого я себе приобрел, скажем так, про запас. Это обыкновенный телефон-звонилочка от компании NOMI, который, кстати, приобрелся за сумму 229 гривен, друзья. Это меньше даже, чем 10 долларов. Это где-то 8 долларов стоит, ну, хотя нет, друзья. Около 10. От 8 до 10 долларов, я не буду сейчас сдаваться в подробности, стоит этот смартфон. В Комфе его можно приобрести за сумму 229 гривен, друзья. Всем рекомендую жителям Украины этот магазин. Официальная гарантия годовая на этот телефон. Ну, вот как-то так. Итак, друзья, модель NOMI I144M. На первый взгляд, казалось бы, телефон как телефон. Но, друзья, сейчас стандартно мы с описания коробочки начнем. Все интересное еще впереди. Телефон у меня в цвете blue, не черного цвета, а синий, либо голубой. Непосредственно на коробке изображен сам телефон. То есть, тыльная его сторона и задняя сторона. Камеры здесь, к сожалению, а может быть и к счастью, нет. Итак, друзья, все описание здесь идет на... С этой стороны у нас идет на украинском языке. Смартфон поддерживает двойной стандарт GSM900-1800. Итак, а вот тут начинается интересное. Даже с упаковки. Поддерживает двойной стандарт. Экран у него 1,44 дюйма. Разрешение 98 на 68. Экран, друзья, монохромный. Он даже не цветной. Память 32 мегабайта, оперативная, причем 32 мегабайта встроенная. И поддержка карт microSD формата до 32 гигабайт. Друзья, ну, сразу вам скажу. Если этот телефон поддерживает карты памяти до 32 гигабайт, 100%, даже 200% этот телефон поддерживает и проигрывает форматы файлы MP3. То есть, этот телефон автоматически можно использовать как аудиоплеер. В телефоне даже установлен процессор Spreadtram SC6531. В некоторых смартфонах Samsung стоит этот процессор. Батарейка на 600 мАч. Двойная сим-карта. То есть, можно поставить две сим-карты. И карту памяти, друзья, одновременно. Есть фонарик. Можно поставить карту памяти. Радио, которое работает только с наушниками. Но я думаю, у каждого есть вот такого плана наушники. Может, что-то попроще. Это наушники Huawei. Две сим-карты. Можно также вставить. Как-то так, друзья. Итак, распакуем. Сам телефон. Сам телефон пока откладываем в сторонку. Что еще, окромя его здесь есть. А есть у нас зарядный блок. Сейчас посмотрим, каков он. Всем это интересно. Поскольку... Да что ж такое. Запаковали серьезно китайцы. А зарядный блок у нас 5 вольт 0,5 ампера. Как мы можем видеть, не слишком быстрый. И хочу заметить ваше внимание, друзья. Что возможно, что у кого есть micro USB от какого-то другого телефона, либо смартфона, он может не подойти. Вот обратите внимание, поскольку идет удлиненная база самого зарядного коннектора. Это, так как говорится, информация к сведению, друзья. Идет гарантийный талон для возможного сервисного обслуживания. Ну, я надеюсь, что он не понадобится, поскольку телефон будет работать справно. Непосредственно инструкция на украинском. И хотелось бы видеть, да, друзья, и на русском. В языке присутствует. И, я так понимаю, это какая-то рекламная информация. А, сеть сервисных центров Robemgood. Robemgood, которая непосредственно, это авторизированный партнер от компании Nomi. Все тут телефоны указаны, находится в Киеве. Так, друзья, это пока все складываем. Зарядный блочок также и в сторонку. И приступим непосредственно к нашему телефончику. Телефончик, сразу говорю вам, очень уже почему-то он припачканный. Впереди, конечно же, стеклышко, как вы можете видеть, оно идет глянцевое. Скорее всего, оно поцарапается. Поцарапается. Сзади динамик, друзья, это уже крутяк. Название компании Nomi. Рифленая поверхность. В руке лежит как влитой. Он миниатюрный. Ну, на минуточку. Redmi Note 10 5G. Чтобы вы сравнили. Понятно, конечно, что многие сейчас из зрителей канала скажут, что вот, что ты сравниваешь. Но, но, друзья, я сравниваю это неспроста. А объясню почему. Много функций в данном телефоне присутствует в смартфоне. Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10, а также Poco M3 Pro 5G. Кстати, смартфон, посмотрите внимательно, никакой он вам телефон не напоминает. Вернее, этот телефон не напоминает. Никакой телефон от компании Samsung. Также моделька есть. Это ее, можно сказать, клон. Прорезиненная клавиатура. Джойстик. Пятипозиционный. Вверх, вниз, право, лево, по центру ОК. Разговорный, вернее, слуховой динамик. Здесь микрофон. Выход для наушников 3,5 миллиметра джековый. И что еще у нас здесь? И для зарядного устройства. Итак, как он легко, откроется или нет? Сейчас посмотрим. По правому бортику, кстати, у нас идет место, где можно подключить, вернее, не подключить, а подсоединить ремешок, дабы телефон носить в руке. Здесь динамик. Сверху у нас фонарик, которым можно подсветить, допустим, в темноте. Либо ключи открываете, либо еще там где-то в темном месте выключили свет. Прошли как с фонариком, довольно-таки неплохо светит. Итак, посмотрим, что внутри. Ну, открывается, скажу я вам так, друзья, не слишком туго, но средненько. Аккумуляторная батарея у нас идет 600 миллиампер часов, литиум-ионная. Поддевается она легко. Здесь, как мы можем видеть, друзья, два слота под карты еще старого формата, полноценные сим-карты, никаких нано. Слот для карт памяти до 32 гигабайт. Ну и непосредственно маркировка самого телефона. Сертификационные надписи о том, что телефон сертифицирован в Украине. Здесь сеточка динамика, как мы можем видеть. Итак, вставляем, включаем. Защелкивается легко. Телефон имеет вот такой вот у нас, друзья, монохромный экранчик. Здесь дата не выставлена. На экране сразу же транслируется нам, что можно вставить две сим-карты, заряд аккумулятора, который, я уверен, тут будет круто держать. Дабы разблокировать телефон, нажимаем одну кнопку сюда и вниз. Все, телефон разблокирован. Входим в меню. Итак, из каких же пунктов представлено у нас меню? А представлено, друзья, меню у нас из следующих пунктов. Первый это контакты, журналы вызовов, мультимедиа, сообщения, настройки, приложения, мои файлы. Ну и снова так по кругу. Итак, друзья, кстати, для того, чтобы вот этот фонарик вам светил, зажимаем кнопочку 0. И, как вы можете видеть, довольно-таки ярко, холодным таким прохладненьким светом, фонарик светит. Зажали снова, фонарик потух. Все, фонарик выключен. Итак, входим в меню. Навигационные кнопочки верхние, вот эти вот с полосочками. Входим в меню, что же здесь у нас? Очень ярко у нас вот тут вспышка светит. Входим в контакты. Для того, чтобы войти в контакт, нужно просто нажать ОК. Все контакты, то есть можно задать по первым буквам, дабы быстренько найти контакт. А также группы контактов. Это семья, друзья, работа, одноклассники и так далее. На каждую группу можно задать свою мелодию, как мы можем видеть. Это уже довольно-таки неплохо, я считаю. Хороший вариант для того, чтобы различать, кто из какой группы вам звонит. Или звонит. Журналы вызовов. Пропущенные, исходящие, входящие, отклоненные. Удалить все вызовы. Таймеры вызовов. Счетчик. gprs. То есть говорит о том, что в телефоне есть интернет. Далее, друзья, кратко, мультимедиа. В мультимедиа у нас представлено аудиоплеером, который работает. Если на карточку памяти закачать мелодии в формате MP3, можно прослушать через наушники, а также через внешний динамик. Далее, друзья, FM-радио. Сразу же проверяем, работает оно или нет. Я думаю, оно работает. Как через наушники, так и через наушники работает. И довольно-таки неплохо. Так и через внешний динамик. Сейчас проверим. Да, громко. Чтобы сделать тише, клацаем вот эту кнопочку. Чтобы сделать громче, клацаем правую нижнюю клавицу с решеткой. Вот как-то так, друзья. Радио работает здесь неплохо. Присутствует даже диктофон, который, друзья, пишет на минуточку, на всю память карты, если она вставлена. Это уже неплохо. Формат файла, в котором можно записать. AMR, а также формат WAV. Лучший файл. MP3, к сожалению, не пишет. Далее, друзья, диктофон есть. Ну, вот эти, собственно, три пункта, это которые есть в разделе мультимедиа. Сообщение. Написать входящие, исходящие, черновики, отправленные, шаблоны, широковещательные сообщения, служба голосовых сообщений. Далее, друзья, что еще здесь есть? В настройках можно сделать настройки вызовов. То есть, меню SIM, переадресация, ожидание вызовов, запрет вызовов, скрытый. Скрыть ID, автодозвон, ответить SMS, запись вызовов, даже есть, друзья, запись вызовов в смартфоне, в телефоне за 8 долларов. То есть, можно записывать вызов с человеком, с которым вы разговариваете. Это вообще крутяк какой-то. Ну, меню SIM, там все понятно. Будут предлагаться платные услуги, настройки непосредственно телефона, время и дата, настройки языка, быстрый доступ клавиши вверх-вниз, автовключение-выключение телефона. Дабы экономить аккумулятор, допустим, поставили включение телефона на 7 часов и выключение его на 10 часов. Он у вас выключится, включится в 7, выключится в 10. Как-то так. На мой взгляд, это вообще бомбезная штука. Она дико экономит аккумулятор. Режим энергосбережения, друзья, можно запустить. График энергосбережения, отключение-включение фоновых данных. Ну, это вообще супер. Включение-выключение Bluetooth. Да, круто. восстановить настройки. Далее, настройки главного экрана. То есть, что будет показываться на главном экране. Время, дата, сим-карта 1, сим-карта 2. Я считаю, вот эти вот все настройки необходимо оставить. Контрастность регулируется. Джойстиком вправо-влево поднимается, уменьшается. Ну, как на мой взгляд, друзья, это вообще какой-то крутой телефон, если так можно выразиться. Выход. Безопасность. Пин-код. То есть, заблокировать, разблокировать телефон с помощью пин-кода, конфиденциального кода, автоматическая блокировка, фиксированный набор. Что еще здесь есть? Профили. Ну, профили это звуковые, нормальные, бесшумные совещания. Переключаться можно в помещении. Допустим, профиль свой, добавить, настройки. На каждую сим-карту можно поставить свои мелодии, друзья. Ну, это вообще супер, как на мой взгляд. С профилями все понятно. Подключение. Как я понимаю, GPRS, да, друзья, здесь есть учетная запись сети, настройки, подключаться, подсоединение, всегда подключаться, подключать. Мне вот интересно, скорее всего, друзья, скорее всего, что это все-таки не интернет подключения, а GPRS для того, чтобы принимать ММС. сообщения какие-то черно-белые, ну, вряд ли. Друзья, кто, кстати, знает, напишите в комментариях, есть ли в этом телефоне за 8 долларов интернет или нет. Я думаю, что все-таки GPRS для того, чтобы принимать какие-то ММС сообщения черно-белые. итак, друзья, настройки приложения заходим. Здесь есть календарь, будильник, калькулятор, как мы можем видеть, Bluetooth. Вот Bluetooth сейчас мы проверим. Включаем Bluetooth, видимость всем, добавить новое сопряжение. Включаем наушники наши Bluetooth. Ищем. Нашел. Нашел наши наушники, даже какой-то телевизор у соседей нашел. Стоп. Сопряжение. Итак, вот они наши наушники, друзья. Отключить, включить. Ну, это вообще супер, я считаю. Этот телефон можно сопрягать с наушниками любыми. Проводными, беспроводными, вернее, True Wireless с наушниками, либо просто беспроводными наушниками. Ну, вы могли бы себе такое представить. как на мой взгляд, это круто. Bluetooth, фонарик, мировое время, собственно, и все. Далее идут мои файлы, то есть, это те файлы, которые с флеш-карты должны здесь отображаться, в памяти еще 32 мегабайта своей памяти. Как-то так, друзья, файлы, контакты, все пошло по кругу. Что я вам хочу сказать, друзья, кому подойдет этот телефон? Во-первых, подойдет он детям, школьникам, с 1 по 5 класс. Он стоит недорого, каждый может его себе позволить. пенсионерам это вообще супер. Единственный нюанс, хотя, есть такой момент, что клавиши, наверное, не знаю, камера не передаст сейчас, но клавиши подсвечиваются таким, еле-еле видным, правда, голубеньким цветом, но они, ночная подсветка клавиш есть. То есть, дедушкам, бабушкам, мамам, папам, которые не любят пользоваться там смартфонами, даже самыми простыми, этот телефон подойдет. Лично я этот телефон буду тестить даже вот с этими наушниками. Мне интересно, я закачаю на флешку mp3 мелодии и буду прослушивать их через вот эти наушники. Я уверен, будет не хуже, чем через вот эти вот смартфоны. Рыдминут 10 тот же. Как-то так, друзья. Ну, а с вами был канал Технобар Плюс. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому не понравилось видео, ставим дизлайк. Это была распаковка телефончика за 8 долларов. который называется Nomi i144m. Маленький телефон с большими возможностями. Друзья, всем его рекомендую. Как-то так, друзья. Всем удачи, всем пока. Берегите себя и родные. Берегите себя и родные. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»